Здарова! Эээ, Требуар! У маразма вышел новый ролик, называется Яжмамки в магазинах! На самом деле, яжмамки мне тоже как-то не очень нравятся, если честно. Я когда работал в такси, встречал их просто огромное количество, и они в большинстве своём не очень адекватные. Ну, не знаю, почему так происходит. Короче, давайте посмотрим ролик. Думаю, он будет единый, как и обычно. Погнали! В этом видео хочу поговорить о яжмамках в магазине. Давай! Что у меня, собственно говоря, побудило снять спонтанный ролик на эту тему? Не до... Ну, наверное, попалась просто в магазине, яжмаков вот, недавнее время. А, ну, мы с девушкой ездили в ленту на неделю закупаться продуктами. Как-то появилась у нас такая традиция разово закупать продуктов тысяч, так на 15, чтобы потом в течение недели у нас не было т... Фига себе, я, видимо, слишком бедный. Такого? А вот тут того-то не хватает, а вот тут-то этого не хватает. Надо снова топать в соседнюю пятёрочку. Не-не-не. Приехал на машинке в ленту, всё погрузил, в багажник развожу. Ну, на самом деле, удобно, да. Водильника недельку кайфуй. Тем более, в ленте у меня ещё и кэшбэк от Тинько в 7%. В общем, не суть. Набрали мы огромную телегу с продуктами. Как всегда, стоим в километровой очереди на кассе. Так как по субботам таких умников, которые тоже приехали закупаться на неделю, можно встретить немало. И перед нами стоит какая-то женщина с её пятилетним ребёнком. Ну, значит, стоим мы, ничего не предвещает беды, и тут очередь доходит до этой женщины. Она... И что, она сразу начинает выделываться? Ещё не начала пробивать свои продукты, и вдруг говорит кассирше. Ой, подождите! Причём, внимание, не подождите, пожалуйста, не извините, а просто подождите. Я тут ребёнку кашу забыл купить, сейчас сбегаю. А вы понимаете, да, что ленты... Действительно, и все люди будут стоять и ждать тебя, пока ты пойдёшь и купишь кашу. Это немного не пятёрочка. Там сбегаю это не значит 10 секунд добежать до соседнего прилавка. И вот она исчезла где-то минуты на 3, а её ребёнок остался стоять возле тележки. И что, начал ныть, что ли? Ну, серьёзно? В итоге она прибегает, и кассирша начинает пробивать её продукты. Пробивает уже половину, и затем эта барышня исполняет. Ой, не нужна нам эта каша, да? Ой, я тут забыла ребёнку ещё тетрадь купить. Да серьёзно, что ли? Ты издеваешься? Камон, ну, блин, типа, ты здесь не одна, почему тебя все должны ждать? Дите, поняли, да? Не подождите, пожалуйста, а именно ждите. Кассирша ей говорит. Женщина, ну имейте совесть, очередь стоит. Почему вас должны люди ждать? Она отвечает. Ничего страшного, подождут. Я бы ей из очереди сказал, ну, ничего страшного, тогда иди вставай в конец очереди и подождёшь. Фиг ли я тебя должен ждать, я тороплюсь. Тут я говорю ей, извините, пожалуйста, ну, может, мы тоже торопимся, почему бы вам нас вперёд не пропустить? И тут я просто охреневаю от наглости. Это мадам исполняет. Ну, вы видите, я с ребёнком с... Да кому? Какая разница? Ты в общество вышла, будь адекватной. Встаю, он что, должен в очереди стоять ждать, если я пару продуктов забыл купить? Да! Прикинь, да, из-за такой мамаши, блин, он должен стоять и ждать. Я её спрашиваю, а мы, значит, должны, да? Ну и дальше там слово за слово, всё пересказывать я вам, конечно же, не буду. Ну, в конце, ни за какими тетрадками она, конечно же, не пошла. Но мне... Ещё бы пошла, я бы её там съел, блин, с потрохами. Не исполнила. Вот когда будете со своими детьми по магазинам ходить, тогда я посмотрю на вас. Ну, во-первых, начнём с того, что я со своим пятилетним ребёнком по магазинам ходить не буду, и моя девушка тоже. А почему? Ну, здесь, типа, почему-то так категорично. А чё здесь такого сходить с ребёнком по магазину? Просто адекватным надо быть. Ну, это как говорит, у кого какие возможности? Но мне всегда казалось максимально тупым, брать с собой в магазин маленьких детей. Не знаю, здесь вообще ничего такого не вижу. Почему бы и нет? Если человек, ну, нормально воспитывает ребёнка, и он не будет орать в людных местах, то почему нельзя с ним пройтись по магазинам? Ребёнок как бы любопытный. Он тоже может посмотреть на всякое такое, поинтересоваться, ты ему расскажешь. Не вижу вообще в этом ничего плохого. Причём тут помарочка. Если есть возможность их с собой не брать, то есть оставить их там с бабушкой или с кем-нибудь ещё. Ребёнок — это лицо незаинтересованное. Он не понимает, какие продукты вам дома нужны, какой у вас бюджет на эти продукты. Ну, как это незаинтересованное? Есть-то он всё равно хочет, так что заинтересованность у него есть. К тому же он, может быть, захочет как бы конфетку попросить. А типа, как ты выберешь за него? Он сам хочет... Какие из них просроченные, какие непросроченные. Он просто будет с уставшим видом ходить за мамой и молиться всем богам, чтобы наконец этот ох**ный поход в магазин закончился. Ну, типа не все такие. Ну, камон. А если он ещё увидит на прилавке какую-нибудь вкусняшку, то он... Я, конечно, как раз-таки не очень люблю ходить по магазинам, да, и в детстве не очень любил. Но я уверен на то, что есть такие дети, которые с удовольствием пойдут и погуляют. Я подавно устроил маме истерику, чтобы она ему эту вкусняшку купила. Поэтому, когда у меня будут свои дети, я ни в коем случае, пока они маленькие, не буду таскать их с собой по магазинам. Ну да ладно. Так, может, ты спросишь у них, может, они наоборот захотят. Это уже, как говорится... Не знаю, это прям как-то, мне кажется, странновато. Ладно. Личное дело каждого. Но если ты берёшь ребёнка с собой в магазин, то аргумент типа, насчёт того, что брать ребёнка категорически в магазин нельзя, это как-то немножко странно. Ну, для меня, по крайней мере, мне вообще пофигу. Типа, есть желание, бери. Нет, желание, не бери. А вот как вести себя эту женщину, естественно, вообще неправильно. Отружающих людей. Нет, конечно же, если какая-то мама с ребёнком меня вежливо попросит подождать или помочь ей, я пойду ей навстречу. Ну, блин, не разговаривать же с людьми в хамоватой форме, а-ля вы мне тут все обязаны, у меня ребёнок. И, пользуясь моментом, хочу вам рассказать ещё несколько похожих случаев из жизни. А связаны они почти все с моей первой работой в KFC в 2018 году. Так как, будучи покупателем в условной пятёрочке, я каких-то прям вопиющих случаев из этой серии уже не вспомню. Первый случай. Стою я летом в жару за кассой в KFC в фудкорте торгового центра. Подходит ко мне, значит, какая-то мамаша и спрашивает. Скажите, а вот этот бургер у вас не острый? И показывает мне на тёмный бургер. А тот вроде бы был с перцем халапеньо. Я ей отвечаю, как есть. Так. Этот острый. Она мне говорит. Хорошо, давайте мне его и ещё какой-нибудь другой бургер не острый. Я ей предлагаю. Ну вот у нас есть шеф бургера оригинальный, он не острый. Она мне говорит, пробивайте. Ну я ей пробил эти два бургера, ещё какие-то напитки, картошку, ну да не суть. Мы рассчитались, она ушла, и вот вроде бы. Я ей подсказал всё как надо. Ничего не предвещало беды. Но уже через пять минут эта оголтелая мамаша подлетает к костю... Говорит, он слишком острый, да, или что? И начинает орать на меня. Почему вы не сказали, что бургер острый? Я ребёнку брала, он у меня сейчас плачет. В смысле, тебе же дали один острый, другой не острый? Сидит. Во-первых, у меня до сих пор в голове не укладывается, как ребёнок может плакать из-за острой пищи. Я вы... Нет, ну плакать пока, по идее, это может, почему бы и нет. Типа, ребёнок маленький, он вообще не понимает, какого фига происходит у него во рту, почему ему так больно и остро. Естественно, он заплачет без проблем просто. Это типа нормальная реакция ребёнка. Ну что там, перец чили целиком сожрать заставили, хотя вроде бы нет. Я, разумеется, руководствуюсь служебной этикой, пытаюсь дипломатично урегулировать с ней конфликт. Спрашиваю её. Простите, так я же вам пробил один бургер острый, а второй не острый. И вы какой из них ребёнку дали? Она мне показывает бургер, а там тёмное мясо, беда... Ты это, адекватная женщина, типа... Тебе сказали, тёмный, острый. Ты чё, того что ли? Наверное, ребёнок сказал, я хочу тёмный. И она ему дала и... Шикарно. И пошла вделываться на человека. Бедра и перец халапенью. Я ей говорю. Так вы ребёнку дали тёмный бургер острый, а себе взяли шеф-бургер, который не острый. Но она, видимо, не слышала или не хотела слышать, что я ей пытаюсь донести. И исполняет. Да вам тут вообще на детей плевать. Вам лишь бы впарить подороже. Ну, во-первых, каких детей? Ты про детей ничего не сказал, я так понял, да? Она подошла одна, насколько я понял. Причём здесь дети. Это, во-первых. Во-вторых, женщина, тебе с самого начала всё объяснили. Ты чё, я отсюда. Меняйте мне этот бургер, иначе я жалобу на вас напишу. Пиши. Я ей сказал, что вы меня, конечно, извините, но менять я вам ничего не обязан. Так как я свою обязанность кассира объяснить вам меню выполнил. А вы уже сделали свой выбор сами, поэтому поменяйтесь бургерами с ребёнком, и всё будет хорошо. Ну, тут она зовёт менеджера, начинает изливать ей, какой я хамло впарил ей дорогой бургер. И что вы думаете, менеджер дал ей другой бургер? Ну, это понятно, потому что менеджер всё-таки не будет устраивать конфликт, это ясно. Но я, на самом деле, бы так же поступил, как и Марат. Прям вот так же. Только, наверное, ещё, скорее всего, пошлал бы её. И уволили бы меня, ну, без разницы. Да моральный ущерб бесплатно налила ей кофе, а меня ещё и сделала виноватым. Причём я ей полностью объяснил ситуацию, что женщина сама дала ребёнку не тот бургер. Но, конечно же, клиент всегда прав. Вот знаете, особенно... Ненавижу вообще вот эту вот позицию, клиент всегда прав. Клиент не всегда прав. Это при дяте, наверное, не работают уже лет сто. Ладно, не сто, но лет двадцать так точно. Именно работая в общепите, меня всегда бесила такая политика, клиент всегда прав. Как по мне, тут нужно внести помарочку. Клиент всегда прав, но только если клиент адекватный. Потому что мой брат мне тоже рассказывал такую историю, когда он работал в строительной компании, менеджером по продажам. К ним в офис приехал какой-то ублюдок, пьяный в хламину на своём майбахе. Ну, то есть, вы поняли, типичное такое быдло, которое в девяностях наворовал за тем... На бухой ещё и приехал Наташа. Какую-то легальную кормушку нашёл, и теперь тянет оттуда денюжки. И начал там на всех орать и материться, из-за того, что кто-то из работников ему чё-то неправильно объяснил. Вот на таких ещё... Ну, либо ты просто неправильно понял. Читаю правила, клиент всегда прав действовать не должно. Согласен полностью. Клиент должен быть адекватным в первую очередь. Ну да ладно, перейдём к следующей истории. Стоим мы за кассой в жёсткую запару. Было это 2 часа дня, то есть обеденный перерыв, когда на кассе были огромные очереди, и все сотрудники носились как в жопу ужаленные. Ну и понятно, что все были немножечко так на нервах. И значит, подходит мамаша с ребёнком, поднимает его на руки, и говорит ему, читай, что тут написано, и показывает на экран с названиями блюд. А видно, что ребёнок ещё маленький, он только учится читать. И понятно, что слово шеф-бургер-делюкс он прочитать с первого раза не смог. Я это как бы стерпел. Всё-таки не буду же я, как кассир, говорить ей, давайте быстрее делайте свой заказ. Я её спрашиваю, ещё что-нибудь желаете? Она опять говорит своему сыну, так, а теперь вот это вот слово читай. Тут уже мужик сзади неё не выдержал, и кричит ей, ну вы можете сами заказ озвучить, вы видите очередь какая стоит. Но тут женщина повела себя, как истинная я же мамка. Ну, блин, окей. И отвечает ему, вы что, ребёнка подождать не можете? Да не могу я никого ждать, почему я должен кого-то ждать? Ну, камон. Это ресторан быстрого обслуживания. Так что, пожалуйста, быстро обслужись, иди читай где-нибудь в другом месте. Я типа понимаю, ребёнку может интересно почитать. Но не в очереди, когда, да, там много людей стоит. Если ты одна, тебе без разницы, на самом деле. Да вот я посмотрю, как вы своего ребёнка будете читать, учить, и там просто другой мужик в очереди исполнил прям по красоте. А вы не можете сначала заказ свой сами сделать, а затем букварь своему ребёнку дать, и пусть он читает, сидит, сколько влезет. Ну и нак... Ну, типа, не сказал бы, что по красоте, но это логично. Конец, последняя история, довольно коротенькая. Это также произошло, когда я работал заказом в KFC, но я в этой истории, слава богу, задействован не был. В общем, насколько я помню, какая-то девушка решила занять столик, и положила на него свою толстовку. А к этому столику подошла очередная я же мамка. Внимание, перевесила толстовку на другой столик, где-то посередине, и сама села у окна. Это вообще, по-моему, наглость. Ты какого фига трогаешь её вещи? Всем девушка подходит к своему месту и спрашивает у женщины. Эээ, собственно говоря, какого хера? Женщина говорит ей что-то из серии. Вот мой ребёнок хотел у окошка посидеть. Меня абсолютно это не колышет. Вообще ненавижу таких людей. Я тогда честно наблюдал за всем этим скрайне охреневшим лицом. Пипец. Дальше там, как обычно, слово за слово, чуть до драки даже не дошло. А закончилось всё тем, что девушка просто уступила этой оголтевой яжемамке место. Ну а куда ей ещё деваться? А та ещё вслед ей кричала, вот будут у тебя свои дети. Ой, господи, зачем ты их родила, если тебе это так в тягость? Камон, типа не понимаю. Вот это вот, типа, такая позиция, вот будет у тебя? У тебя есть. Будь адекватный. Чё за фигня? Ты будешь что-либо вообще говорить. В общем, пора это видео уже заканчивать, так как все истории я вам рассказал. Я не буду тут разглагольствовать очевидные тысячами раз уже пережёванные мысли и скажу вам так, что неадекватов хватает везде. А ещё скажу вам по опыту, с неадекватными женщинами лучше вообще не связываться. Ну нифига не получится, потому что они бесить тебя начинают. Ответь, ты чё-то надо. И не хочешь в случае не спорить с ними языком фактов, так как этого языка они попросту не понимают. Что ж, а на этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь. Хороший ролик получился. Сам встречался с подобными дамами очень часто. И в такси, и в жизни постоянно, везде. Прямо крайне сильно меня раздражают. Ну, блин, куда деваться, приходится отвечать как-то. Либо просто слать их куда подальше и уходить, потому что просто раздражать начинают. Стоишь такой и бесишь их сам. Не знаю, зачем я нервы трачу на них. Лучше реально послать и идти по своим делам серьёзно. И вы так поступаете. Ладно, можете не посылать. Лучше не посылайте. Просто говорите. Ничего не говорите. Просто иди мимо. Нафига на них вообще внимания обошли. Короче, ролик офигенный. Лайк я уже поставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.